Из рук президента, какой техникой сегодня обрадовал верховный главнокомандующих наших артиллеристов, десантников, летчиков и спецназы, сколько единиц пополнит ряды нашей армии, знает Макс Кошелев. Подарок украинской армии к Рождеству. Президент Петр Порошенко передал украинским вооруженным силам полторы сотни единиц бронетехники, тяжелого вооружения, артиллерии и даже авиации. На военном аэродроме под Житомиром две длинные шеренги техники. Часть расконсервирована, часть модернизирована, но все боевые машины прошли через заводы и теперь находятся в состоянии новых. Нормально! Робот хороший, роблено, нормальная машина! Подарки накануне Рождества получили десантники из 25-й и 95-й бригад, а также бойцы 93-й и 14-й и других. Особое внимание богам войны артиллерии. На вооружение в Украине вернулись установки «Пион» калибра 203 мм с современными машинами управления артогнем, оснащенными баллистическими компьютерами. У экипажей настрой боевой. Тренировки происходили как положено. Что было, неисправности не улажены. Шепетовский завод нам сделал тени как положено. Пойдут в бой. Воевать будем, что, как положено. Пока я знаю, что мы тоже унилыком шиты и дадим отпор всем. Сертификаты на десятки новых боевых машин военным вручал президент. Вручается сертификат на 11 одиниц боевых машин пехоты БМП-2 командиру 9-й механизованной роты 93-й окремой механизованной бригады капитану Грицею Сергею Леонидовичу. Новое вооружение получил и спецназ. Современные отечественные автоматические винтовки с прицелами для боевых летчиков по два модернизированных МиГ-29 и Су-27. Тут покращена навигационная система, то есть возможность использования спутниковой навигации. Деякие в оборудовании прицелы, покращенные характеристики. И геликоптеры, и летаки будут оснащены новой системой противоповетренной обороны. Мы будем иметь возможности для использования авиации в ночи. Это уже результат того, что удалось сделать за эти 7 месяцев. Также президент наградил орденами 25 военнослужащих. Биленко Сергея Анатольевича, капитана. Спросили у главы государства и о режиме прекращения огня на Донбассе. А как мы использовали час для перемирия, вы видите, вы для этого сегодня сюда приехали. Что подчас, пока не идут активные боевые действия, у нас полностью восстановлена боездатность частини подразделей. Бо на 5 вересня, я сейчас же могу сказать, у нас осталось 20% техники от боекомплекта. Сегодня есть 100%. Сегодня есть чем себя защищать. Большая часть презентованной техники уже в ближайшее время отправится в зону АТО. Некоторые машины уже в пути. Максим Кошелев, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер.